Друзья, всем привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на канал Вязалась по уши. Сегодняшнее видео это мастер-класс, посвященный вязанию вот такого базового топа. Я его вязала из кашемира, больше для осени и зимы, но его можно вязать также из летних составов. Если вам понравится это видео, то пожалуйста, поддержите меня пальчиками вверх. Пожалуйста, проверяйте инфобокс, там будет подробная информация о пряже. Там будут тайм-коды оставлены для удобства вашего. Если у вас останутся вопросы, то пожалуйста, задавайте их в комментариях. Также подписывайтесь на мои другие соцсети, я оставлю ссылки в описании. В общем, приятного вязания и приятного просмотра! Друзья, для вязания топа нам потребуется пряжа. У меня это 100% моточный кашемир. В видео с готовыми работами я более подробно рассказывала о пряже, вы можете посмотреть, я оставлю ссылку. В данном случае это вот такой шнурок, если распустить нить, здесь видна его скрутка, виден хорошо кашемировый пушок. И в 25-граммовом мотке здесь 115 метров толщина пряжи. Далее, для вязания топа я использовала спицы трех разных размеров. Для вязания основного полотна были спицы 4 миллиметра. Это составные спицы, то есть они прикручиваются к леске и по кругу я вязала. Далее, для резинок я использовала спицы 3,5 миллиметра. И затем, для обработки горловины и пройм я использовала спицы еще меньшего диаметра. У меня это 3,25 миллиметра, вы можете использовать, например, 3 миллиметра. У меня не было 3-х миллиметровых спиц. Также нам потребуется трикотажная игла для закрывания петель по горловине и проймам. И маленький крючок для поднятия петель по горловине и проймам. У меня 2 миллиметра. И еще подготовьте нить для наборного края. Это дополнительная нить контрастного цвета и примерно такая же у нее толщина пряжи. Давайте сейчас рассмотрим коротко конструкцию топа. Я его вязала снизу вверх, набирала на круговые спицы и вязала по кругу. Затем делала прибавки для расширения полотна. Затем разделяла вязание на перед и спинку. Провязывала отдельно перед, проймы, убавление по проймам, ввязывала горловину. Затем отдельно провязывала спинку, начиная от пройм, также делала убавки по проймам и горловину. Затем сшивала методом трех спиц швы по плечам. И затем обрабатывала горловину и проймы. Давайте я вам сейчас покажу мерки финальные после ВТО. Они все будут указаны на схеме, но для наглядности сейчас здесь покажу. Длина топа всего у меня получилась около 51 сантиметра. В кадр полностью не входит топ. Ширина топа в самой широкой части у меня получилась где-то 42-42,5 сантиметра. Длина топа до места подрезов от начала топа. Вот здесь я не учитываю обработку. 28 сантиметров. Вот здесь ширина около 21 сантиметра. Ширина горловины примерно 15 сантиметров. Друзья, давайте сейчас перейдем к расчетам. У меня здесь схематично обозначен мой топ. И я здесь указала уже финальные измерения после ВТО. А сейчас я вам расскажу, на какие измерения я опиралась для того, чтобы связать топ. Для того, чтобы нам переводить все наши измерения в петли, нам, конечно, нужно связать образец и понять свою плотность. У меня плотность получилась 2,3 петли в ширину. И 3,4 петли в одном сантиметре это в рядах. И для того, чтобы понять сколько петель набирать для топа, я измерила сначала обхват туловища в том месте, где у меня топ начинается. У меня топ начинается где-то между талией и бедром. То есть это не самая широкая часть бедра и не самое узкое место, то есть не талия. Вот где-то здесь я отметила пунктиром. Я измерила свой обхват. У меня получилось в сантиметрах 73 сантиметра. Я прибавила к этому измерению 5 сантиметров для свободы облегания. Для свободы облегания я советую прибавлять как минимум 5 сантиметров. Если вы хотите еще более объемный топ, более свободно сидящие изделия, то вы можете прибавить и больше, где-то 7-10 сантиметров, например. Итак, у меня получилось 78 сантиметров. Это моя первая мерка, да. И, соответственно, для того, чтобы понять, сколько петель мне набирать, я 78 умножила на 2,3. И у меня получилось примерно 180 петель. Я округлила, там, по-моему, 179 петель. Я округлила до 180 петель. И так как я вязала резинку один на один, мне нужно было четное количество петель. Поэтому вот 180 петель, это то количество петель, которое я набирала вот здесь внизу. Итак, с первой меркой разобрались. Если вы хотите связать, например, укороченный топ, то вы можете начать его вязать от талии и, соответственно, измерять талию. Если более длинный, то, соответственно, то место, где он будет начинаться, например, от бедер. Дальше мне нужно было понять, какой ширины, да, у меня должен быть в итоге топ. Потому что обхват груди, он больше. И я измерила обхват груди. У меня это 84 сантиметра. И я также прибавила 5 сантиметров для свободы облегания. Это моя вторая основная мерка. Это 89 сантиметров. И я точно так же перевела в петли. У меня получилось, там изначально было 205 петель, но я округлила до 204 петель. И таким образом 204 петли у меня должно быть вот здесь, в самом широком месте топа. Я понимала, что мне нужно при вязании выйти вот на это количество петель. То есть вот здесь у меня уже было 204 петли. То есть я начну вязать топ, провяжу некоторое количество сантиметров. Я провязывала вот примерно как раз до талии. Вот здесь. И затем, когда у меня уже талия начинает расширяться, ну то есть уже ребра начинаются, соответственно я начинала прибавлять петли. Я это затем расскажу в видео подробно. И затем мы уже рассмотрим, как мы прибавляли петли. Сейчас нужно запомнить, что изначально вам нужно понять свою мерку, где начинается топ, посчитать количество петель, которые вы будете набирать. И также иметь в виду, что затем вы будете прибавлять петли для того, чтобы выйти на финальную ширину топа. Приступаем к вязанию топа. Я взяла спицы 3,5 мм и вспомогательную нить контрастного цвета. Мне, по моим расчетам, нужно набрать 180 петель. На вспомогательную нить я буду набирать ровно половину 90 петель и одну петлю для замыкания вязания в круг. Поэтому набираю обычным образом 91 петлю. У меня на спицах 91 петля. Я отрезаю вот эту нить. Завязываю здесь узелок на всякий случай. Просто, чтобы не распустилась. И вот сейчас, так как у меня довольно длинная леска, да, спицы короче у меня нет, я вытягиваю и как бы делаю magic loop. Вытягиваю леску в одном месте и во втором. И при этом слежу, чтобы у меня петли оставались не перекручены. Если у вас спицы покороче есть, то, конечно, будет удобнее. Теперь я слежу за тем, что у меня петли ровно находятся на спицах. Снимаю первую петлю. И продеваю последнюю петлю через первую. И подтягиваю. Теперь беру основную нить, прикладываю и начинаю вязать изнаночными петлями. Так, еще маркер нужно повесить. Вешаю маркер и начинаю вязать изнаночными петлями. И таким образом мне нужно провязать 3 ряда изнаночных петель. И теперь я уже могу сделать вот таким образом. Слежу все время, что у меня петли не перекручены. И провязываю 3 ряда изнаночными петлями. Друзья, я провязала один ряд и хотела сказать, что второй ряд я вяжу изнаночными. И если вы вяжете бабушкиными петлями, как я, то вам нужно подхватывать заднюю стенку и провязывать за заднюю стенку изнаночной, чтобы петли были не перекручены. Вот таким образом. Я провязала 3 ряда. Вот таким образом у меня сейчас выглядит вязание. И сейчас начну формировать уже непосредственно свой край. Первую петлю я провязываю изнаночной точно так же за заднюю стенку. И вторую петлю я буду провязывать лицевой, поднимая вот эти стежки. Вот посмотрите, они хорошо видны, так как нить у нас контрастного цвета. Вот здесь первый стежок, если вы потянете, то он начнет распускаться, вот здесь эта нить. Поэтому я поднимаю вот этот стежок, накидываю на левую спицу и провязываю лицевой. Далее снова изнаночная, в моем случае за заднюю стенку. И далее снова поднимаю следующий стежок и провязываю лицевой. И таким образом провязываю до конца ряда. В конце ряда встретимся. Друзья, я подобралась к концу ряда. Поднимаю свой последний стежок. Провязываю лицевой. Таким образом у меня заканчивается ряд. То есть он у меня начинался с изнаночной петли и заканчивается лицевой. Вот таким образом сейчас у меня получилось на спицах 180 петель. И сейчас я буду просто провязывать резинку один на один. Я провяжу буквально еще один ряд и затем начну снимать свою вспомогательную нить. Подключусь к вам. Сейчас просто вяжу одну петлю лицевую, а одну изнаночную. Я провязала еще один ряд и буквально несколько петель, просто чтобы маркер не потерять. И сейчас я сниму свою вспомогательную нить. Развязываю. И я буду вот таким образом вытаскивать. В принципе, тут уже как вам удобно. Можете отрезать ее, можете тянуть за кончики. Вытаскиваем вспомогательную нить. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я сняла свою вспомогательную нить. Вот таким образом у меня сейчас выглядит вязание. И сейчас я буду продолжать вязать резинку один на один. То есть чередовать одну лицевую, одну изнаночную петлю. Примерно на протяжении 4-5 сантиметров. И затем я к вам подключусь, когда мы будем переходить уже на лицевую гладь. Сейчас провязываем резинку на необходимую высоту. Я провязала свою резинку. У меня получилось около 4,5 сантиметров. И сейчас я буду переходить уже на вязание лицевой глади. Для этого я заменила спицы на спицы 4 миллиметра. То есть я в моем случае просто переставила спицы. Вы можете взять просто другие спицы и начать ими вязать. Либо на тех же спицах вяжете основное полотно. Длину резинки вы тоже сами регулируйте. Это просто по вашему вкусу. И сейчас мы начинаем вязать просто лицевыми петлями по кругу. Так я буду вязать на протяжении где-то 7-6 сантиметров. И затем, когда я начну делать прибавки, я к вам подключусь. А сейчас мы просто вяжем по кругу лицевой гладью. Все петли провязываем лицевыми. Друзья, пока я провязываю свою лицевую гладь, я хочу показать вам, как присоединять нить. Вот у меня закончился мой первый моток. И я беру нить из второго мотка и просто прикладываю ее к своему кончику. И сейчас я провяжу буквально 2-3 петли. То есть я не буду никаких узелков завязывать. Я провязываю, ну, наверное, 3 петли провяжу. Прямо сразу цепляя, захватывая 2 нити. Вот таким образом это сейчас выглядит. То есть у меня вот здесь двойная нить. И теперь я продолжаю вязать нитью из второго мотка. За счет того, что пряжа немного пушистая, да, вот этот пушок, он не даст распуститься. И затем я закреплю кончики уже после ВТО. И я думаю, что так будет совсем незаметно. Потому что я пробовала на образцах узелки. Пряжа очень нежная, все-таки немного подтягивают полотно. А затем я вам покажу, как это выглядит уже, когда я провяжу еще несколько рядов. Как выглядит вот это соединение нити. Я провязала топ в высоту лицевой гладью. Примерно у меня получилось 7 сантиметров, как я вам говорила. Сейчас я объясню, как я делала расчеты для того, чтобы оформлять в дальнейшем прибавки. И немного расширять полотно топа. Друзья, возвращаясь к нашим расчетам. Мы сейчас провязали топ по прямой. И будем приступать к прибавкам. Для того, чтобы выйти на финальную ширину топа. В моем случае это 204 петли. И еще я вам тогда не сказала, когда я считала свои финальные петли. Сейчас мне нужно из 204 вычесть 180 петель. У меня получается 24 петли. Мне еще нужно прибавить всего 24 петли. Я знаю, что в каждом ряду я прибавляю по 4 петли. Я делю на 4. У меня получается 6 рядов с прибавками. То есть вот это целое число. Если у вас целое число не получается, прибавьте вот здесь несколько петель. Или отнимите для того, чтобы вот здесь все-таки было целое число. Чтобы количество рядов у нас было целым числом с прибавками. И теперь нам нужно определить вот длину отрезка, который мы еще будем провязывать до места пройм. Для этого я прям встала перед зеркалом и измерила сантиметровой лентой. Я знаю, что у меня сейчас топ провязан вот до места, где у меня начинает расширяться фигура. Где-то до ребер. И я измерила от вот этого места до места начала проймы. Начало проймы я отложила таким образом. Я отступила 5 сантиметров от своей подмышки. То есть у нас еще будет обработка топа. Совсем в подмышке топ точно не должен заканчиваться. Это будет некомфортно. И плюс еще обработка. Поэтому отступаете 5-7 сантиметров и измеряете длину вот этого отрезка. Она у всех может быть разная. У всех разные фигуры. У меня получилось 18 сантиметров. И соответственно я умножила 18 сантиметров на свою плотность уже в рядах. На 3 и 4. У меня получилось примерно 61 ряд. Я округлила до 60. Почему я здесь округлила? Потому что у меня 6 рядов с прибавками. Я уже знаю. И 60 делится на 6. Соответственно каждый 10 ряд я буду провязывать с прибавками. Если у вас не получается равномерно распределить вот здесь прибавки. Вы можете опять-таки либо, например, вот как я сделала, округлить до того числа, которое будет делиться на ваше количество рядов. 1 плюс-минус 1 ряд здесь роли не сделает. Если у вас все-таки не получается равномерно распределить прибавки, то я бы поступила следующим образом. Я бы сначала делала прибавки реже и затем участила бы их. Каким образом это посчитать? Сейчас просто приведу на примере. Например, у нас есть 11 рядов и нам нужно распределить 3 прибавки всего. Я показываю на маленьких числах для того, чтобы было просто понятно. Итак, вот у меня здесь обозначены 11 рядов и мне нужно 3 ряда провязать с прибавками. У меня 11 на 3 не делится и 11 на 3 там получается 3 с хвостиком. Поэтому я изначально распределяю в каждом третьем ряду. Вот мои 3 прибавки обозначены красным цветом. А вот здесь 2 ряда у меня остались. Соответственно, мне нужно их вынести для того, чтобы у меня изначально прибавки были реже. Я отношу один ряд вот сюда, вот в это место. А второй ряд я переношу вот сюда. Соответственно, сначала я сделаю прибавку в четвертом ряду, затем в восьмом ряду и далее уже в 11 ряду сделаю последнюю прибавку. Ну, я надеюсь, принцип понятен. И таким образом распределяем прибавки вот здесь по телу. Для того, чтобы провязывать прибавки, я повесила второй маркер. Я отделила ровно половину петель, то есть у меня по 90 петель. Вот с этой стороны и 90 с этой стороны. Вот здесь у меня висит также зеленый маркер. И теперь я буду оформлять прибавки с каждой стороны от своих маркеров. То есть у меня будет 4 прибавки в каждом ряду. Сейчас я вам покажу, как я провязываю прибавки в первом ряду. И, соответственно, затем я буду делать прибавки в каждом десятом ряду по своим расчетам. Давайте провяжем первый ряд вместе. Итак, я переснимаю маркер и начинаю вязать первый ряд с прибавками. Провязываю две петли лицевыми обычным образом. И прибавки я буду делать две петли в левую сторону от маркера и две петли в правую сторону, затем от маркера. И теперь я буду делать прибавку из протяжки. Я подхватываю свою протяжку. Вот таким образом она выглядит. Между петлями вот такая протяжка. И завожу эту протяжку назад от левой спицы и кладу ее на себя. Вот таким образом. И теперь мне нужно эту протяжку провязать за заднюю стенку для того, чтобы получилась скрещенная петля. Вот за заднюю стенку я ее провязываю. У меня получается скрещенная петля с наклоном как бы влево. И я вешаю вот такой маркер или я в данном случае это у меня нить. Просто для того, чтобы понимать в каком ряду я делала протяжки, чтобы это было у меня наглядно. Теперь я провязываю все петли лицевыми, не доходя две петли до своего зеленого маркера. Там мы встретимся и я покажу как делаю прибавки. Друзья, у меня сейчас две петли от зеленого маркера справа. И когда мы делаем прибавку справа, я буду наоборот подхватывать нить, заводить ее вперед и набрасывать ее от себя. Вот таким образом на левую спицу. И провязывать за переднюю стенку. Вот так вытягиваю ее немного. Придерживаю и провязываю за переднюю стенку. И вот у меня получается скрещенная петля с наклоном вправо. Провязываю две петли. Переснимаю маркер. Провязываю еще две петли. И теперь мы будем делать по левую сторону от маркера такую же прибавку, как мы делали с самого начала. Я подхватываю протяжку, набрасываю протяжку на себя и провязываю ее за заднюю стенку. Вот таким образом. То есть вы поняли, по правую сторону от маркера мы делаем прибавку с наклоном вправо и набрасываем нить от себя. А по левую сторону мы делаем прибавку с наклоном влево и набрасываем нить на себя. Теперь вяжем лицевыми, не доходя две петли до нашего маркера начала ряда. У меня это оранжевый маркер. Довязала. И в данном случае мы будем делать прибавку с наклоном вправо. Мы по правую сторону от маркера набрасываем протяжку, заводя ее спереди от себя. Вот таким образом подхватываем протяжку за переднюю стенку и провязываем петлю. Таким образом мы будем провязывать 11, 21, 31, вот в моем случае по моим расчетам ряды. А сейчас я вам покажу, как я начинаю второй ряд вязать. И вот посмотрите, моя скрещенная петля, я ее провязываю обычным образом. Она уже должна быть не скрещенной, а обычной. Вот здесь скрещенной, дальше я вяжу обычными лицевыми петлями. Вот, друзья, таким образом я буду провязывать 60 рядов и делать прибавки. Получается 1, 11, 21, 31 и так далее. И встретимся уже с вами в 61 ряду, по моим расчетам. Итак, друзья, я провязала свою лицевую гладь по кругу. Вот я сделала прибавки. Посмотрите, каким образом они у меня выглядят. Вот здесь я уже последние прибавки не вешала, маркер. И все-таки я решила провязать в итоге не 60 рядов от места, да, начала прибавок, как я изначально планировала. А где-то я провязала 57 или 56 рядов. Я просто примерила то, что у меня получается. И решила, что мне достаточно длины. И таким образом давайте посмотрим, сколько у меня получается. На данный момент у меня длина топа составляет 27,5 см до места подреза. Это вместе с резинкой я измеряю. В нижней. И, кстати, я вам еще не показывала, да, как выглядит место прикрепления нити. Вот посмотрите. Вот здесь нить прикреплена. Вот. А, ну вот здесь тоже прикреплена нить. Я думаю, то, что после стирки еще более незаметно будет это место выглядеть после ВТО. Итак, друзья, сейчас мы будем переходить к раздельному вязанию спинки и переда. И у меня на спицах всего 204 петли. И я их разделяю пополам. У меня получается по 102 петли. Соответственно, для переда и для спинки. Вот мои 102 петли. И каким образом мне нужно определить, сколько петель убавлять по проймам? Я взяла и измерила вот здесь. Просто тоже перед зеркалом встала. И сантиметровой лентой измерила расстояние. Какую ширину топа я хочу вот здесь оставить. У меня получилось примерно 23 сантиметра. При этом учитывайте, что у вас еще здесь будет обработка затем топа. То есть я измерила вот эту ширину у себя по туловищу. Либо возьмите топ, который на вас уже хорошо сидит. И измерьте его ширину вот в этом месте. Но закладывайте, что у вас примерно там 1-2 сантиметра. Еще будет обработка затем. И соответственно, вот эти 2-23 сантиметра я перевела в петли. Умножила на 2,3. У меня получилось там 52,9 по-моему петли. Я округлила до 52 петель. И соответственно, 52 петли я выделила вот для этой части. И по 25, то есть 102 минус 52. У меня остается 50 петель всего. Мне нужно убавить по проймам. Соответственно, по 25 петель с каждой стороны я сейчас буду убавлять. Для того, чтобы выйти на вот эту ширину топа. И сейчас мы перейдем к провязыванию уже раздельными частями. Я отделила переднюю часть от задней. Заднюю часть я уже переместила на дополнительную нить. У меня были отмечены маркеры. Ровно половина вязания. И я пересняла на спицы. У меня получается 102 петли на спицах и 102 петли на дополнительной нити. И также я еще повесила оранжевые маркеры. Они у меня обозначают те петли, которые я не буду сейчас убавлять или закрывать. По своим расчетам, как я вам рассказывала. То есть у меня здесь 52 петли по центру. И по 25 петель я планирую закрыть и убавить. И сейчас мы будем закрывать петли для подрезов. Провязывать наши проймы. И давайте обнулим счетчик наших рядов. Будем считать, что мы начинаем первый ряд. Просто для удобства. Итак, в первом ряду мне нужно закрыть 6 петель. Я провязываю первую петлю лицевой. Вторую тоже провязываю лицевой обычным образом. И продеваю первую петлю. Накидываю первую на вторую. Вот таким образом подтягиваю. Одну петлю закрыла. Провязываю еще одну лицевой. И делаю то же самое. Накидываю первую петлю на вторую. Две петли закрыла. Три. Четыре. Пять. Итак, закрыла 6 петель. И теперь я вяжу лицевыми, не доходя. 6 петель вот здесь, по концам моей передней части. Друзья, я заговорилась и немного перепутала. Мы довязываем наш первый ряд до конца. Вот я уже в конце ряда подбираюсь к концу. Довязываем лицевые. Последнюю провязываем изнаночной. И во втором ряду изнаночном мы будем закрывать наши 6 петель. Итак, я снимаю первую изнаночную петлю. Начинаю провязывать второй ряд. Провязываю вторую изнаночной. И набрасываю первую петлю на вторую. Подтягиваю. Одну закрыла. Точно так же провязываю еще одну изнаночной. И накидываю первую петлю на вторую. Вторую закрыла. Третью. Четвертую. Пятую. Шестую. Теперь мы вяжем изнаночный ряд до конца изнаночными. И встретимся, не доходя, 2 петли до конца нашего изнаночного ряда. Я довязала до конца своего второго ряда почти. У меня осталось 2 петли на спице. Я провязываю предпоследнюю петлю изнаночной. И последнюю петлю я не провязываю, оставляю ее на спице. Разворачиваю вязание. Начинаю вязать третий ряд. И сейчас мы здесь закроем еще одну петлю с начала ряда. Это бесступенчатое закрытие называется. Я снимаю первую петлю, так же не провязывая. Вот, первая петля, которая у меня провязана, соответственно. И продеваю свою непровязанную петлю через вторую. Вот таким образом. Теперь провязываю еще 2 петли. И теперь мне нужно убавить еще одну петлю. Я провяжу 2 петли вместе с наклоном влево. У меня петли развернуты. Я вяжу бабушкину, у меня правая стенка сзади находится. Если вы вяжете классическими, то вот таким образом тогда у вас петля правой стенкой вверх стоит. Вам нужно развернуть и поставить правой стенкой назад. Вот, в моем случае я просто провязываю 2 петли вместе. У меня получается вот такая одна петля с наклоном влево. И теперь я вяжу лицевыми петлями. И встретимся, не доходя 5 петель до конца ряда. Так, я довязала у меня 5 петель на левой спице. И сейчас мне нужно провязать 2 петли вместе с наклоном вправо. У меня петли стоят правой стенкой назад, поэтому мне нужно их будет развернуть. Если вы вяжете классическими, вы не разворачиваете. Итак, я захватываю за заднюю стенку, снимаю петлю на правую спицу. Вторую точно так же снимаю на правую спицу. И теперь на левую спицу возвращаю их таким образом, что у меня правая стенка становится сверху. И захватываю 2 петли справа налево, провязываю за переднюю стенку. Вот таким образом я провязала 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываю еще 2 петли лицевой. И теперь разворачиваю вязание. Мы сейчас начнем вязать 4 ряд. Здесь я тоже сейчас закрою 1 петлю. Я снимаю свою петлю, которая у меня провязана. И протягиваю первую непровязанную петлю через вторую. Подтягиваю. И теперь вяжу до конца ряда. Точно так же буду 1 петлю не провязывать. Как в предыдущем 2 ряду. Я провязала свой четвертый ряд всеми изнаночными петлями. И у меня осталась 1 петля непровязанная. Я разворачиваю свое вязание. И приступаю к вязанию 5 ряда. Здесь точно так же закрою 1 петлю. Снимаю вот эту свою первую провязанную петлю. И надеваю, продеваю непровязанную через провязанную. Вот таким образом. Теперь провязываю еще 2 петли. И у меня будет опять-таки 2 петли провязываться вместе с наклоном влево. И теперь вяжу, не доходя, 5 петель до конца ряда. Лицевыми. Довязала до конца ряда. У меня 5 петель на левой спице. Разворачиваю 2 петли для того, чтобы провязать их вместе с наклоном вправо. Провязала. Еще 2 петли лицевыми. Последние не провязываю. Разворачиваю вязание. И сейчас снимаю свою первую провязанную петлю. И продеваю непровязанную. Подтягиваю. Теперь вяжу изнаночными петлями. И встретимся с вами в конце этого 6 ряда. Провязываю все петли изнаночными. Друзья, я в конце ряда. И хотела обратить ваше внимание, что в данном случае я уже провязываю все петли изнаночные. И последнюю я тоже провязываю изнаночной. Сейчас я уже не буду убавлять вот здесь, закрывать петлю. Поэтому я снимаю в 7 ряду первую петлю как кромочную. Подтягиваю. Провязываю 2 петли лицевые. Далее провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. И вяжу не доходя опять-таки 5 петель до конца ряда. Довязала, у меня 5 петель на левой спице. Я разворачиваю 2 петли. И провязываю их вместе с наклоном вправо. Провязываю 2 петли лицевые. И последнюю уже провязываю изнаночные. Дальше я закрывать здесь петли не буду. И смотрите, друзья, дальше все ряды изнаночные мы провязываем просто изнаночными. Включая наши кромочные петли, а лицевые ряды, то есть 9, 11 и так далее. Мы провязываем точно так же, как я провязывала только что 7 ряд. И встретимся с вами уже в 35 ряду. Друзья, небольшое короткое включение. Я сейчас в 29 ряду и хочу вам показать тот момент, когда у меня на спицах уже остается меньше петель. И возможно, кого-то будет смущать вот этот маркер. Пусть он вас не смущает. Мы продолжаем делать убавки. Я снимаю петлю, провязываю 2 петли лицевые. И затем снимаю петлю и переставлю маркер вот таким образом, чтобы я видела, что мне осталось убавить еще 3 петли затем. И провязываю точно так же свою убавку, 2 петли вместе с наклоном влево. И продолжаю вязать. С левой стороны я точно так же перемещу маркер. У меня останется 3 петли. И все. Затем мы встретимся уже в 35 ряду. Начинаю провязывать 35 ряд. Вот посмотрите, видно, что у меня осталось убавить по одной петле с каждой стороны. Я точно так же снимаю первую петлю. Все, маркер убираю, он мне уже будет не нужен. Провязываю 2 петли лицевые. Затем провязываю 2 вместе с наклоном влево. И вяжу, не доходя 5 петель до конца ряда. И так вот я подобралась к концу ряда. У меня 5 петель. Я разворачиваю 2 петли. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываю еще 2 петли лицевые. Убираю маркер. И заканчиваю изнаночной кромочной. И так вот мы провязали наши убавки. Теперь следующий ряд изнаночных мы вяжем по рисунку просто. И в 37 ряду встретимся и начнем уже провязывать углубление горловины. Так, друзья, мы сейчас будем переходить к расчетам для выреза горловины. Напоминаю, что у меня осталось 52 петли всего. По 10 петель я отвожу с каждой стороны для своих бретелей. Вы можете сделать бретели более узкими, например. И тогда у вас вот здесь останется большее количество петель. Я решила, что у меня будут бретели по 10 петель. И 32 петли мне нужно распределить для формирования округлого выреза. Что здесь важно? 1 третью часть из этих петель нужно закрыть просто не провязывая. То есть сформировать вот здесь прямой участок. В моем случае это 10 петель. И далее я распределяю равномерно по 11 петель с каждой стороны для того, чтобы сформировать закругление. И второй момент, который важен, что нужно закрывать сначала по 3 петли, затем по 2 петли и затем по 1 петле. И смотрите, для того, чтобы мне понять, сколько раз я закрою 3 петли, сколько раз я закрою 2 петли, сколько раз по 1 петле, я делю свои 11 петель в моем случае на 3. Вот на вот это количество. У меня получается 3 и 6 примерно. И соответственно я смотрю, сколько раз, исходя из вот этого числа, я смогу закрыть по 3 петли. Я смогу закрыть только 1 раз. Сколько раз я смогу закрыть по 2 петли? Только 1 раз. Сколько раз я смогу закрыть по 1 петле? 3 раза. и смотрите 3 плюс 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1 у меня получается 8 петель но у меня их 11 соответственно еще 3 петли мне нужно куда-то здесь распределить и я бы могла вот здесь прибавить 3 петли но лучше прибавлять вот здесь в конце то есть я лучше вот сюда еще раз сделаю закрою еще 2 петли и вот сюда единичку то есть для того чтобы у меня вот это количество увеличивалось то есть один раз я закрою 3 петли 2 раза и закрою 2 петли и затем 4 раза по единичке то есть вот здесь поиграйте со своим количеством петель и лучше увеличиваете к концу то есть лучше большее количество раз закрыть по единичке чем там закрывать все время 3 петли и один раз закрыть там одну петлю надеюсь я вас не запутала опиралась вот на такой расчеты у меня получилось круглая горловина так друзья мы сейчас будем переходить к 37 ряду я хочу показать как я делила маркерами своим свои петли по 10 петель с каждой стороны я делила оранжевыми маркерами по своим расчетам это мне будут петли для бретелей и внутри оранжевых маркеров у меня осталось 32 петли это петли для углубления горловины 10 центральных петель я выделила для того чтобы закрыть вот этот участок который я по горловине не буду провязывать итак начинаем 37 ряд и довязываем до 1 зеленого маркера снимаю кромочную и вяжу обычными лицевыми довязала до зеленого маркера и сейчас я буду закрывать петли провязываю одну лицевую вторую лицевую и точно так же как мы делали это по пройму для подрезов снимаю продеваю первую петлю через вторую закрыли и то же самое делаю со всеми остальными петлями закрыла вторую петлю вот этот маркер можно убрать уже зеленый третью четвертую пятую вот друзья посмотрите я закрыла 9 петель убираю маркер второй зеленый и вот эту петлю мне тоже нужно закрыть так как у меня 10 петель для закрытия все теперь довязываю ряд 37 до конца лицевыми петлями последнюю провязываю изнаночную начинаю вязать 38 ряд и сейчас я буду работать вот только с левой стороной своего топом то есть с левой частью до передней стороны топом так 38 ряд провязываем изнаночные все снимаю кромочную вижу изнаночными и одну петлю я оставлю не провязаны встретимся в конце этого ряда подобралась концу 38 ряда провязала все петли изнаночными и 1 петлю мне остается не провязаны начинаю вязать 39 ряд и в данном ряду мне нужно закрыть по моим расчетам 3 петли поэтому я снимаю первую петлю это бесступенчатое закрытие поэтому я не провязала первую петлю протягиваю не провязанную через вот эту свою петлю одну закрыла 2 3 3 петли закрыты теперь вяжу до конца ряда лицевыми и точно также в следующем ряду изнаночным я буду провязывать и петли изнаночными не доходя одну петлю до конца ряда так друзья в сороковом ряду я провязала все петли изнаночные 1 петли остается не провязанной и теперь по моим расчетам не нужно закрыть две петли я точно также снимаю первую провязанную петлю и протягиваю не провязанную через вот эту провязанную подтягиваю и провязываю вторую петлю и закрываю ее таким образом я закрыла две петли теперь мы будем таким же образом вязать по вашим расчетам то есть сколько вам петель надо закрыть закрываете и затем мы встретимся и я подключусь к вам в пятьдесят первом ряду там не останется закрыть одну петлю и мы продолжим вязание дальше а сейчас провязываем по своим расчетам и закрываем необходимое количество петель по горловине друзья я заканчиваю свой 50 ряд тоже оставляю одну петлю не провязанной и начинаю вязать пятьдесят первый ряд и вот здесь мне осталось убавить одну петлю вот мой маркер я его снимаю мне уже больше не понадобится и точно также закрываю последнюю петлю и довязываю этот ряд до конца лицевыми мне нужно спицах останется 10 петель друзья и теперь я буду провязывать бретель просто в длину то есть я буду точно также чередовать лицевые изнаночные ряды снимать кромочные не провязывая сначала ряда в конце ряда буду провязывать кромочную изнаночные просто и провяжу где-то на сантиметров 6 наверное в общем буду примерять по себе и посмотрю насколько мне еще нужно и провязать высоту длину бретель и затем мы встретимся для того чтобы уже работать с правой стороной передней друзья я провязала еще несколько сантиметров у меня получилось всего вот от начала моих закрытия петель по пройме до конца мне получилось 73 ряда то есть я провязала еще несколько рядов здесь сантиметров получилось около шести с половиной до сантиметров вот именно бретель я провязала и всего длина от начала проймы до конца лямки меня получилось около 23 сантиметров но здесь 22 с половиной может быть сантиметра но здесь вы ориентируетесь на свой рост до свою фигуру и сейчас мы начнем работу вот с правой частью передней полочки я пересняла свои петли на дополнительную нить оставила кончик нити подлиннее для того чтобы затем сформировать шов и теперь я беру нить из того же матка просто из этого же матка и прикрепляю ее вот к этой стороне получается мы закончили вязание вот этой части на тридцать седьмом ряду сейчас будем вязать тридцать восьмой изнаночный ряд и уже в этом тридцать восьмом изнаночном ряду мы начнем закрывать петли по горловине сначала я закрываю я напомню по своим расчетам три петли поэтому я снимаю первую петлю первую петлю снимаю беру свою нить из матка вяжу вторую петлю изнаночной провязала изнаночной и накидываю первую петлю на вторую подтягиваю затем этот кончик мы закрепим одну петлю закрыла вторую петлю еще одну петлю провязываю изнаночной накидываю первую петлю на вторую закрыла две петли и мне осталось закрыть еще одну все закрыла три петли довязываю изнаночными до конца ряда кромочную в этом ряду тоже провязываю изнаночной обычным образом и так приступаю к вязанию 39 ряда в лицевых рядах я буду просто провязывать по рисунку то есть ничего здесь делать не буду закрывать петли здесь не буду провязываю лицевыми и одну петлю не провязываю в конце вот я довязала свой ряд до конца одна петля у меня остается не провязана я разворачиваю вязание начинаю вязать сороковой ряд в этом ряду мне нужно закрыть две петли я снимаю первую провязанную которые и продеваю не провязанную накидываю эту петлю закрыла и вторую провязываю изнаночной закрываю еще одну вторую петлю вот таким образом и теперь мы вяжем точно так же то есть по рисунку своему убавляем петли по расчетам и точно так же я провяжу здесь до семьдесят третьего ряда формируя вырез горловины и затем провязываем свою бретель и да друзья хотела упомянуть что петли я пересняла я их не закрывала так как я затем планирую делать шов по открытым петлям поэтому если хотите такой же шов как у меня то оставьте петли не закрытыми и все вяжем сейчас по рисунку закрывая нашу горловину друзья я провязала вторую бретель она у меня вот таким образом выглядит вот так вот сейчас передняя часть пересняла петли на булавку данном случае и сейчас мы будем переходить к вязанию спинки я уже здесь немного провязала сначала я пересняла вернула свои петли на те же самые спицы которыми я вижу и провязала от первого до тридцать седьмого ряда то есть по тридцать шестой ряд включительно то точно также как я провязывала переднюю часть то есть вы можете отмотать назад и провязывать абсолютно точно так же и сейчас у меня будет начинаться тридцать седьмой ряд то есть по передней части мы начинали провязывать горловину да по вашим расчетам смотрите какой это у вас ряд у меня на спицах 52 петли осталось точно так же как и передней части но спинку я буду продолжать провязывать дальше так как горловина у нас во первых не такая глубокая по спинке и во вторых нам нужно провязать чуть чуть длиннее длину спинки моем случае это будет на два сантиметра длине у вас смотрите по расчетам в среднем 2-3 сантиметра сейчас я буду провязывать вот смотрите получается от начала проймы до вот этого момента я уже провязала 10 сантиметров и мне остается всего провязать около 15 сантиметров по моим расчетам длина переда мне 23 сантиметра длина спинки где-то 25 сантиметров вот здесь будет от начала пройм я сейчас провяжу по своим расчетам около девяти сантиметров сантиметров при этом буду проверять примеряя иногда на себя топ и возможно корректируя немного длину да ну примерно это будет около 9 сантиметров я буду провязывать просто поворотными рядами уже здесь ничего не убавляя не прибавляем и затем мы с вами встретимся для того чтобы начать провязывать горловину по спинке сейчас провязываем необходимое количество рядов и формируем длину нашей спинки друзья я провязала свою спинку у меня получилось от начала проймы до моей сейчас спинки где-то около 18 сантиметров и сейчас я перейду к провязыванию уже углубление горловины по спинке и так друзья сейчас рассмотрим расчеты для выреза горловины спинки у меня здесь точно также было всего пятьдесят две петли 10 из с каждой стороны я отвожу для бретелей и остается 32 петли и что здесь важно горловина она не глубокая да здесь вырез поэтому мы оставляем вот этот отрезок более длинный он должен занимать половину из наших петель в моем случае это 16 32 разделить на 2 это 16 петель я буду закрывать не провязывая прямым отрезком просто далее по 8 петель с каждой стороны у меня остается и я точно также смотрю я должна закрывать сначала по 3 петли затем по 2 петли затем по одной петли 8 петель я делю на и на 3 меня получается 2 и 6 примерно я смотрю сколько раз ориентируясь на вот это число я смогу закрыть 3 петли у меня получается 0 раз затем сколько раз я смогу закрывать по 2 петли один раз я закрою 2 петли и два раза я смогу закрыть по одной петли и у меня всего 2 плюс 1 плюс 1 у меня всего 4 петли будет до закрыта а у меня их 8 поэтому мне еще 4 петли нужно распределить и я их распределяю следующим образом все-таки один раз я хочу закрыть 3 петли и одну петлю я вот здесь оставляю и соответственно вот мои 8 петель распределены таким образом что я закрою сначала один раз 3 петли затем один раз 2 петли и три раза по одной петли я опять-таки оранжевыми маркерами я делила по 10 петель с каждой стороны это будут мои британки и в данном случае зелеными маркерами я выделила центральные петли но как вы видели по расчетам и здесь я выделила уже 16 петель для центра горловины и сейчас начинаю провязывать 67 ряд и буду продвигаться левой стороне спинки закрывая вот эти центральные петли провязываю лицевыми петлями до зеленого маркера первого снимаю первую кромочную и вяжу лицевыми довязала снимаю зеленый маркер провязываю лицевую петлю вторую лицевую петлю и продеваю первую петлю через вторую закрыла одну петлю следующую провязываю лицевой и точно так же накидываю одну петлю на другую таким образом закрываю все свои 16 петель по центру мне осталось закрыть одну вот эту последнюю петлю я снимаю второй зеленый маркер провязываю еще одну лицевую и закрываю последнюю петлю теперь вяжу лицевыми петлями до конца ряда последнюю провязываю кромочной и 68 ряд я провяжу изнаночными петлями при этом последнюю петлю оставлю не провязанной так я заканчиваю вязание 68 ряда мне осталось одна петля не провязана я разворачиваю вязание и приступаю к 69 ряду в данном ряду мне по моим расчетам нужно закрыть 3 петли поэтому я снимаю первую петлю на левой спице и протягиваю не провязанную через вот эту провязанную петлю свою закрыла одну провязываю вторую закрываю провязываю третью закрываю теперь вяжу этот ряд до конца лицевыми и последнюю я буду провязывать изнаночной и таким образом я буду закрывать по своим расчетам как я делала это по лицевой стороне то есть в данном случае закрыла 3 петли следующий раз я закрою 2 петли потом три раза по одной петли и встречусь с вами уже по моим расчетам 77 ряду когда я буду последнюю петлю закрывать а вы смотрите и закрывайте по своим расчетам встретимся когда будем заканчивать провязывать углубление по вот этой стороне горловины спинки друзья я сейчас завязываю 76 ряд у меня вот одна петля остается на левой спице я и не провязываю снимаю же маркер так как мне осталось закрыть последнюю петлю разворачиваю вязание и закрываю последнюю петлю подтягиваю все друзья у меня на спицах осталось ровно 10 петель точно так же сколько я оставляла по передней части для своих бретелей и теперь я буду провязывать в длину до брит бретели на 10 сантиметров на 10 рядов где-то на 3 сантиметра я провяжу и затем также пересниму на дополнительную нить или булавку и затем мы точно также присоединяем нить вот к этой стороне спинки точно так же как мы делали это по передней части то есть я присоединю нить вот отсюда начну вязать с изнаночного ряда буду закрывать в изнаночном ряду свои петли по расчетам затем точно также провяжу бретель после того как я оформлю горловину на 10 рядов еще поэтому я думаю что здесь вы уже сами справитесь если не помните как здесь до закрываются петли то вернитесь к тому как мы провязывали это под передней части и точно так же только уже по обновленным своим расчетам провяжите вот эту сторону горловины друзья я довязала спинку вот таким образом она сейчас выглядит всего длина у меня от начала проймы до конца получилось около двадцати четырех с половиной сантиметров 25 примерно как и планировала нити на лямочках я отрезала оставив небольшие концы сейчас будем переходить к формированию плечевого шва для этого я развернула свой топ на изнанку прикладываю обе лямочки вместе и сейчас мне нужно перенести на вторую спицы петли в лямочке с передней стороны топа и сейчас мы прикладываем вот таким образом лицевыми сторонами друг другу сейчас мы будем формировать шов методом трех спиц сшивать наши части я беру дополнительную спицу это у меня спица 3 25 миллиметра вы можете взять либо такого же диаметра спицу либо немного меньше и нам нужно провязать две петли вместе с обеих спиц я захватываю с одной спицы из другой спицы и провязываю их вместе снимаю подтягиваю здесь важно следить за тем чтобы петли оставались открытыми то есть когда я захватываю чтобы у меня вот моя петля она открыта она не перевернута не перекрещена я захватываю следующую тоже захватываю за передней стеночки захватываю снимаю провязала подтягиваю и теперь мне нужно первую петлю накинуть на вторую вот здесь я сильно не затягиваю чтобы не стянулся шов и таким образом продолжаю вязание дальше захватываю первую петлю затем вторую со второй спицы провязываю их вместе снимаю и продеваю одну петлю через другую чуть-чуть подтягиваю таким образом вяжу до конца ряда захватываю за переднюю стенку здесь тоже за переднюю провязываю вместе и друзья таким образом вяжем до конца ряда в конце ряда встретимся подобралась концу ряда у меня остались по одной петли на каждой спице я точно также провязываю их вместе вот здесь смотрите да чтобы петли немного распускается вы давайте я уже сниму свои спицы покажу вот эта петля во-первых распускается так как у меня нет не закреплена я слежу что я ее провязываю и слежу что она не перекрещивается вот видите открытая петля провязываю их вместе подтягиваю теперь продеваю одну петлю через другую тоже подтягиваю и теперь я возьму кончик от своей нити до которой я провязывала и продену его через эту петлю чуть-чуть затяну просто чтобы зафиксировать вот таким образом шов выглядит по изнаночной стороне и вот таким образом по лицевой стороне таким же образом провязываем второй шов аналогично друзья мы сейчас будем переходить к обработке горловины я взяла крючок для поднятия петель и также я заменила спицы на спицы которыми я провязывала резинку и у меня это спицы три с половиной миллиметра пока что я их откладываю я беру нить которая у меня просто в матке нить из матка и прикладываю ее у меня топ расположен изнаночной стороной ко мне лицом и я начинаю поднятие петель от любого из швов я прикладываю нить и цепляю вот свою кромочную петлю и поднимаю первую петлю из этой петли вторую петлю из второй кромочной а третью петлю я подниму из протяжки сейчас я вам покажу что такое протяжка вот посмотрите между двумя кромочными петлями есть такие перемычки вот и из дырочки это я поднимаю третью петлю это я буду делать только там где у меня провязаны непосредственно лямочки как только я буду переходить вот у меня начинается горловина до скос горловины углубление горловины я начну поднимать из каждой петли но когда я дойду я вам покажу сейчас поднимаем из следующей кромочной 2 кромочные из протяжки и вот теперь вот он у меня начинается скос я начну поднимать вот посмотрите у меня лицевая петля до заканчивается я вот из нее поднимаю теперь следующая петля вот одна вот вторая я поднимаю прямо из своих петель и таким образом продолжаю поднятие петель сейчас просто поднимаю из каждой лицевой петли вот друзья посмотрите пожалуйста сейчас будет лучше видно я поднимаю просто из каждой петли и когда у меня закончится место на крючке я буду переносить уже на спицу таким образом я буду поднимать вот здесь я буду поднимать из каждой петли и на непосредственно лямочках я буду поднимать чередуя две петли из кромочные и одну из протяжки и таким образом когда я подниму все петли я к вам подключусь и нужно чтобы количество петель было четное потому что мы будем провязывать резинку один на один друзья я подняла все петли у меня получилось 118 петель вот сейчас показываю вам как выглядит горловина на данный момент и я вешаю маркер начало ряда и сейчас начну провязывать свою резинку один на один сразу же здесь не запутайтесь в концах нити просто вяжу резинку на необходимое количество рядов начинаю с лицевой петли подтягиваю изнаночная таким образом чередую лицевую изнаночную петлю провязываю я сейчас планирую провязать около полутора сантиметров наверное либо два сантиметра в общем уже буду смотреть по обстоятельствам и затем вернуть к вам покажу какое количество рядов я провязала друзья я провязала 7 рядов своей резинки у меня это получается примерно полтора сантиметра вот так выглядит и я уже пересняла спицы взяла спицы меньшего диаметра сейчас я буду использовать спицы 325 миллиметра у меня нет тройки например вы можете вязать на тройке вот меня есть 325 теперь я начну провязывать полу резинку следующим образом я буду провязывать лицевую петлю а изнаночные я буду снимать вот таким образом я вязала бабушкиными петлями я сейчас буду снимать их вот таким образом захватывая заднюю стенку и просто переснимая на спицу при этом у меня правая стенка оказывается спереди но делать я это буду с нитью перед работой нитью нить я оставляю рабочую перед работой и вот таким образом я провязываю два ряда то есть вот этот ряд и следующий и затем мы перейдем на закрывание петель уже иглой я не затягиваю сильно то есть за счет того что мы взяли петли меньше спицы меньшего диаметра и так получится уже более аккуратное закрытие то есть вот здесь я никаким образом я не пытаюсь затянуть максимально вот так нет я просто провязываю обычным образом друзья я начала провязывать второй ряд полы резинки и хотела показать что здесь я уже не разворачиваю свои изнаночные петли я их снимаю обычным образом и нить оставляю также перед работой еще хотела упомянуть что если вы вязали сразу классическими петлями то вы тоже не разворачивайте свои изнаночные петли так как они у вас сразу стоят правой стенкой наверх поэтому вот таким образом довязываем ряд до конца друзья я провязала свои два ряда полой резинки вот таким образом сейчас выглядит моя горловина с обработкой и я уже отрезала нить своего мотка вам нужно отрезать не таким образом чтобы она была в три раза длиннее вот чем ваша горловина вот так я отмеряла то есть три раза обмотала вокруг горловины вот такая примерно длина нити у меня чтобы мне точно хватило закрыть мою горловину и вставила иглу итак друзья я начинаю закрытие эластичная петель иглой вы можете использовать любое эластичное закрытие которое вам нравится я здесь сняла спицу не пугайтесь просто чтобы она не стучала по столу но маркер я оставляю для того чтобы не видеть где у меня начало ряда и так нам нужно сейчас просто запомнить последовательность и принцип понять так вот моя не да и моя лицевая петля я запоминаю что в лицевую петлю я первый раз захожу вот таким образом снизу вверх вот по направлению справа налево вытягиваю я буду снимать свои петли я их вижу да вот я снимаю и следующую изнаночную я захожу наоборот слева направо тоже снизу вверх как бы но направление другое вытягиваю нить и я тоже снимаю эту петлю но сейчас сильно не затягиваю чтобы мне видеть свои петли вот они у меня моя лицевая вот она изнаночная теперь мне нужно второй раз зайти в изначально лицевую петлю первую лицевую петлю я второй раз захожу и захожу уже теперь захватывая вот ее вторую стеночку сверху вниз по направлению тоже справа налево и теперь когда я второй раз зашла в лицевую петлю я ищу ее пару пара лицевой петли это следующая лицевая петля и я захватываю как я учила вас в первый раз то есть вхожу в первый раз в лицевую петлю вот таким движением справа налево снизу вверх вот таким образом и снимаю ее вытягиваю теперь мне нужно вернуться к своей изнаночной петли вот она на меня и я теперь вхожу тоже снизу вверх так сейчас вот на видите вот она я вхожу снизу сверху вниз и захватываю ее пару это следующая изнаночная петля я ее захватываю как я первый раз вам показывала слева направо и снимаю изнаночную петлю вытягиваю нить теперь мне нужно я закрыла изнаночные да мне нужно вернуться к лицевой петли вот она она моя лицевая петля и я захожу сверху вниз вот таким образом и захватываю ее пару это следующая лицевая петля снимаю вот таким образом получается то что я захватываю крайнюю вот две ближайшие стеночки да вот с этой стороны я захватываю левую стеночку а с этой стороны я захватываю как бы правую стеночку вот две ближайшие стеночки друг другу двух соседних лицевых петель вытягиваю теперь мне нужно вернуться к изнаночной петли я точно также захватываю сверху вниз вот у меня как бы левая до стеночка петли и захватываю слева направо как мы изначально захватываем изнаночную петлю вытягиваю и таким образом продолжаем сшивание вот здесь видите можно чуть-чуть затягивать но не сильно иначе эластичного края не получится он должен быть такой упруги подвижный теперь возвращаюсь к лицевой петли вот моя лицевая петля я ее не теряю захватываю данном случае левую стенку петли и еще ее соседку ее пару следующую лицевую петлю захожу вот таким образом справа налево снимаю теперь мне нужно найти изнаночную петлю которую я уже в которую я уже первый раз входила и вхожу во второй раз сверху вниз за левую стенку а здесь первый раз захожу в ее соседку вот таким образом вот такой край у нас получается теперь мы так провязываем до конца ряда и так друзья я подбираюсь к концу закрытия и вот посмотрите у меня на спицах осталась лицевая изнаночная петля сейчас я захватываю лицевые свои петли снимаю захватываю изнаночные петли и теперь я возвращаюсь в лицевую петлю последнюю до которую провязывала и нахожу первую лицевую петлю которую я провязываю вот таким образом и еще раз ввожу чтобы зафиксировать и теперь я возвращаюсь вот моя изнаночная последние петли и я еще раз продублирую просто чтобы зафиксировать вот со следующей изнаночной и затягиваю вот таким образом сейчас выглядит край затем я заправлю кончик нити и зафиксирую и отрежу нить итак друзья сейчас мы переходим к обработке про и здесь я буду поступать точно так же как я делала это с горловиной то есть я развернула изделие на изнаночную сторону возьму нить из матка буду поднимать петли вот здесь я начну поднимать точно также от плечевого шва сначала буду поднимать из двух кромочных и из протяжки затем когда дойду до места подрезов я буду поднимать из каждой петли то есть все точно также затем нужно проследить чтобы у вас было четное количество петель провязать такое же количество рядов резинки да если вы хотите чтобы это смотрелось как-то на мой взгляд так будет гармонично смотреться и точно также затем переходим на спицы меньшего диаметра и закрываем обработку наших пройм итак друзья мне осталось только заправить концы в основном большинство концов я уже заправил но сейчас покажу на примере оставшихся вот смотрите есть ли у меня кончик нити расположен рядом со швом то я буду прятать этот кончик нити прямо в шов вот таким образом и затем после того как я постираю свой топ я отрежу этот кончик нити и если кончик нити находится на теле изделия то заправляем вкладь просто по дня просто двигаясь по диагонали и захватываем верхние только задние стенки петель вот таким образом но двигаться здесь важно по диагонали если короткий кончик нити то я сначала ввожу иглу и только затем заправляю кончик в иглу и после стирки я точно также отрежу кончик вот посмотрите спереди у меня ничего не видно вот друзья на этом мой мастер-класс подошел к концу если вам понравился то поставьте пальчик вверх напишите что-нибудь комментарии и спасибо всем за просмотр увидимся в следующих видео всем пока